Всем привет, 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 привет! А у меня тут небольшие, но очень полезные закупочки для дома. Бытовые, так сказать, закупочки. Но, правда, я и о себе не забыла. Ну, а теперь поехали. В общем, в магазине Action я купила вот такие формы для выпечки одноразовые. Здесь их 6 штук. Я купила сразу 2 упаковочки. Они, по-моему, стоили по 2 евро. Это очень, очень, очень дешево. А я в таких вот штучках люблю делать запеканку. Во-первых, потом мне нужно мыть противень. Во-вторых, ее можно разделить на 2 части сразу. Короче, очень-очень мне они нравятся. И очень-очень я именно такую форму люблю и уважаю. В общем, купила 2 вот таких вот формы. Форма размер у нее 22х15,5 и почти 5 см высотой. В общем, суперские формочки, просто суперские. Я ними очень довольна. Так, также для дома я купила вот такую антимоскитную сетку. Вы знаете, да, что я люблю вешать на окна вот такие сетки. Я уже ее открыла. Это, кстати, я в Тедди брала. Вот. Открыла. Ну, посмотрите, что там. Там обычная сетка. Обычная. Самая, что у меня есть, обычная сеточка. Но к ней идет еще вот такая клейкая ленточка. И получается вот как на картиночке, да. В общем, ее можно приклеить. Вот. И мухи залетать не будут. Ни мухи, ни комары. Вот. Я, в принципе, у нас фумигаторы стоят. Но комары летают, вот как им нравится. В общем, обнаглели абсолютно. Так. Дальше. Дальше я купила ручки. Вот эти вот ручки. Их 8 штук. Бик. Я люблю. Эти биковские ручки. Вот они, да. Значит, они стоили 99 сантимов 8 штук. В общем, я человек, который пишет только списки для покупок по старинке ручкой, а не в телефоне. В общем, мои ручки все здесь почему-то закончились. Ну, не все, а любимые. Поэтому я купила вот эти. Я биковские ручки люблю еще со времен школы. У нас это было в новинку. Мы доставали такие ручки бик французские. Но, в принципе, если у тебя была такая ручка в школе, ты был крутым человеком. Так. Дальше. Я купила себе вот такой вот роллер. Значит, для массажа или для чего он там служит, не знаю. Но, в общем, купила. Ой, господи, я его еще даже не распечатывала. Вот. Ну, в общем, сейчас я как-то попробую его. Вот здесь он открывается. Значит, сейчас я его вытащу. Покажу, какой роллер. Он, кстати, запечатан конкретно. Вот здесь вот в таком вот пакете. В общем, все здесь запечатано круто, четко и сильно. Вот. Сейчас я его открою и покажу, какой он есть. В общем, вот такой роллер. Вот здесь он вот так вот прям крутится. Вот такая ручечка. Вот здесь такой весь. Короче, не знаю я, буду пользоваться или нет. Он стоил почти 2 евро. Ну, вот, недорого. Поэтому и купила. Вот. А моя племянница купила себе такой же, только из розового. Это жадеид. Вот написано. Жаде. Хаде по-нашему. Вот. И здесь написано где-то, вот, где-то, где-то написано по-испански. Значит, что состав натуральный камень. Жадеид. Короче. В общем, купила. А моя племянница купила себе такой же, только из розового кварца. Но он был на евро дороже. Он стоил почти 3 евро. Но я же человек экономный. Вот. Поэтому я купила себе такой зелененький. Вот. Если бы я знала точно, что я буду пользоваться, я бы, может быть, купила розовый. А так как я человек такой изменчивый в этом отношении, я могу купить, два раза попользоваться, а потом куда-то деть. Вот. И забросить и никогда не пользоваться. У меня же есть вот щеточка Форео. Но никто ею не пользуется. Так. Значит, долго искала и купила, наконец-то. Я очень люблю этот крем для рук. Ну, вот он продается у нас в аптеках. В общем, я его купила. И очень рада и довольна ему. Сколько стоит, я не помню. Чек я выбросила. А я покупала не только его. Я покупала еще и таблетки. Ну, вот. Поэтому я не помню, сколько он стоит. Вот. Точно так же, как я не помню, сколько стоит вот эта расческа. Я ее покупала в Лидл. Долго, кстати, искала. Моя уже была никуда не годная. А я именно такой формы люблю расчески. Ну, вот. И с разной длиной. Они с разной длиной зубчиков. Так, чтобы они не прочесывали все волосы сразу, а по очереди. Потому что волосы нужно беречь. В общем, и теперь я их стала беречь. Короче, вот такая расчесочка. Не помню, сколько стоит. Вот. Потому что тоже покупала ее вместе с продуктами, вместе со всем остальным. И, в общем-то, ну, где-то в районе 6 евро она стоит. Или 7. Ну, не важно. В общем, вот такая расческа. Мне такое нравится. Ну, и самое главное покупки. Это две сковородки. Значит так. Вот эта сковородка была куплена по акции. У нас в Карифуре была такая акция. Покупаешь на 20 евро, и тебе дают 1 балл. И вот, когда ты наберешь 10 баллов, ну, то есть, если ты совершишь покупку на 200 евро, то тебе выдают, можно купить по дешевке вот такие сковородки. Эта сковородка хорошая. У меня была сковородка вот этой фирмы, Магифеса. Вот это наша испанская сковородка. Она и сделана в Испании. Это наша испанская фирма. Ну, вот. Ну, здесь она черная сковорода. А у меня была такая вот такого цвета электрик. Очень красивого цвета. Вот, я тоже ее покупала в Карифуре, но за полную стоимость. Вот эта вот сковородочка вот с теми баллами, которые мы заработали на покупку в Карифуре. Значит, сковородочка вот 28 диаметра, 28 сантиметров в диаметре, стоила всего-навсего 5 евро. Сковородочка 24 сантиметра в диаметре, стоила 3 евро. Также еще там есть вок, есть всякие сотейники, но мне нужна была сковородка. В общем, если мы успеем еще до конца акции набрать 10 баллов, то я еще хочу купить сковородку ВОП, так как я их тоже очень люблю. Сковородка симпатичная, такая очень-очень-очень тяжелая. Все как положено. Вот такая на ней красная ручка. Но так как мы вчера покупали яйца и сковородку вместе, то, естественно, одно яйцо разлилось, пришлось мне ее споласкивать. Вот я сняла с нее вот эту накладочку. Ну, в общем-то, вот такая она внутри, по типу Тефаль. Вот здесь так и написано, контроль, температурный контроль. То есть вот оно должно стать все одного цвета, покраснеть. Вот. И, в общем, моя сковородочка, вот такая же, которая у меня когда-то была, она тоже имела такой вот температурный контроль, как сковородочка Тефаль. Ну, в общем, вот такая сковородка. Посмотрим, как она себя поведет. Прошлое мне понравилось. Все было хорошо, но мы уезжали, а я с собой сковородки никогда не собираю. Потому что все равно их нужно менять. Так, и вот еще одна сковородка, которую я купила у нас в Тедди. Вот она, вот такая сковородочка для налистников, для блинчиков. Вот она стоила 6 евро. Я очень долго искала сковородку. Я не могла найти такую сковородку, но вот, наконец-то, она у меня есть. Вот такая сковородочка. Ну, и вот с такой вот штуковиной для того, чтобы эти блинчики там развозюкивать. Я, правда, таким не пользуюсь, но есть. В общем, вот такие у меня были на сегодняшний день покупочки. Вот, может быть, я еще что-нибудь добавлю, если в ближайшие дни что-нибудь докуплю. Ну, а пока. Пока-пока-пока. Продолжение следует...